Всем привет! Меня зовут Дарина и добро пожаловать на мой канал! Это второе видео за последнее время на моем канале. Просто что за машина! Сразу хочу сказать, извините, пожалуйста, за то, что я сижу с наушником. Дело в том, что я уже сняла часть этого ролика и потом обнаружила, что у меня идет ужасный брак по звуку. У меня что-то случилось с микрофоном, и причем Bluetooth наушники тоже ведут себя крайне странно, поэтому я постараюсь записать ролик с вот этой вот штуковиной. Короче, это безумно неудобно, и каждый раз, когда у меня есть вдохновение, я такая влетаю и буду сейчас снимать ролик, происходит вот эта ерунда. Я надеюсь, что вас это не будет отвлекать, не будет вам мешать, и что звук по итогу получится нормальный. Простите, пожалуйста, что-нибудь придумаем. Собственно, почему я врываюсь с ноги и снова начинаю снимать ролики? Я тут посчитала, за последние несколько, ну, какое несколько, ну, пару месяцев, наверное, я купила порядка 20-21 единицы новой одежды. И, естественно, я не могу это вам не показать. Ну, это просто такой улов. И я думаю, что эти находки будут полезны вам. Расскажу, в каких магазинах я, собственно, сейчас покупаю одежду. Ну, и, естественно, это все не вместится в один ролик, поэтому вас ожидает аж три ролика на канале. Я надеюсь, что мне хватит терпения, и все эти технические моменты не отобьют у меня последнее желание снимать ролики. И вы все-таки эти видео увидите, и покупки тоже. Переходим к первой покупке, которая, собственно, была совершена в MAC. Я купила вот такой вот симпатичный жилет. На удивление, MAC, несмотря на то, что, конечно, он не заменил нам за ручку, довольно хорошо прокачал свои коллекции. И, в принципе, сейчас у них действительно есть на что посмотреть. Качество многих вещей стало получше, но и ценник при этом, конечно же, вырос. Например, данный жилет стоил около 6 тысяч, если я не ошибаюсь. Но он мне настолько понравился, что я поняла, мы не будем ждать, пока он будет на скидках, а, возможно, он до них и не доживет. Стоит отметить, что данный жилет был представлен в коллекциях и Зарочки, и Массимо Дути, и, собственно, в Маге. Так что как-то эти ребята все-таки пересекаются где-то в районе, видимо, Китая или Бангладеша. И, знаете, я не могла пройти мимо этого жилета. Во-первых, потому что он такой небанальный. Он похож этими своими карманами и формой на жилет какого-нибудь рыбака. Плюс у него такая ткань хлопковая, которая похожа на такую плащевку. И это тоже как будто бы не очень стандартное решение для жилета. И я всегда ищу какие-то варианты второго слоя на лето, потому что мне всегда хочется создавать какие-то многослойные образы, и даже летом. И жилет в этом случае отлично работает, потому что в нем не будет настолько жарко, как, например, в пиджаке. Но при этом он свою функцию отлично выполняет. Безусловно, вы не наденете его в жару, потому что, ну, вы просто с ума сойдете. Зачем вам второй слой в такую погоду? Но вот что-то в районе там 20-21 градуса, я думаю, будет максимально комфортно. Так что обратите свое внимание, он еще есть в MAC. У нас, как вы помните, да, 21 единица. Но у нас нет времени рассиживаться, нужно бодренько это все показывать. Голубая рубашка джинсовая, я думала о ней со времен H&M. Вы же понимаете, да, как давно это было? Это уже прям очень давно. И почему я себя отказывала в покупке рубашки джинсовой, я не понимаю. Словно это был какой-то излишек. Хотя на самом деле сейчас, когда я купила наконец-то эту рубашку, я поняла, что, блин, это то, чего в моем гардеробе очень сильно не хватало. Рубашка также из MAC, но не переживайте, у нас сегодня не будет прям все из MAC. Ну, что мы тут видим? Это классическая голубая оверсайз рубашка из джинсы. Очень оверсайзная, очень большая, очень длинная. И что мне нравится, что здесь джинса, она не супер плотная, которая невероятно держит форму, но при этом она и не как сопля, которая вообще, знаете, такая супер тоненькая. Вот, она держит форму, но при этом довольно дышащая, не такая плотная, может немножко драпироваться. И это очень классно. Я, конечно, покажу вам более детально ее на примерках, потому что, ну, так продемонстрировать ее будет сложно. И опять же, как второй слой на майку, на футболку, на какие-то топы, на платье, на сарафан. Просто идеально. Следующая моя покупка, это майка из MAC. Я думаю, что вы ее наверняка уже видели. Эти майки сейчас активно вирусятся на разных платформах, типа Wildberries, Ozone. И я знаю, что там они стоят дешевле, чем в Lime, но Wildberries это вообще не моя история. Там никогда ничего не заказывала и не буду. Поэтому я решила, что куплю себе майку в Lime. Хотя, конечно, ну, я уверена, что можно найти альтернативу, потому что Lime сейчас невероятно себя переоценивает. По смыслу это абсолютно базовая майка, которая прекрасно будет у вас использоваться в летнем гардеробе. Но мне понравилось, что она такая с эффектом гранжа максимально. Во-первых, такой грязный, потертый серый цвет с выстиранным таким эффектом. Ну и, конечно же, вот эти вот детали в виде разрезов. Тоже клево смотрится, придает ей какой-то такой изюминки. Потому что обычная базовая майка, это как будто бы уже скучновато. И, опять же, в тот момент, когда ты не можешь позволить себе добавить второй слой для того, чтобы чуть усложнить образ, можно использовать первый и единственный слой, но при этом используя какие-то такие интересные моменты. Плюс, как я уже говорила, у меня довольно базовый гардероб, поэтому я стремлюсь добавить в него какие-то акценты. Следующая моя покупка была в магазине Сэла. И я должна вам сказать, что Сэла стала для меня вообще открытием в этом году. Я зашла туда как будто бы случайно. Я просто увидела что-то интересное на манекене, подумала, дай-ка зайду, посмотрю. Плюс, как бы, она стала тоже немножко расходиться по социальным сетям. Просто для меня это чисто был магазин для мамочек и детей. А там, на самом деле, довольно интересные коллекции. И сейчас к лету у них приличная такая льняная коллекция, причем довольно хорошего качества. И у них не самые низкие цены, но это прям вот такой приятный масс-маркет. Куда ты можешь зайти на эти какие-то базовые вещи довольно неплохого качества. И я была прям очень удивлена. И в подтверждение своих слов хочу показать вам вот такую вот белую футболку, которую я купила в Сэле. Она из очень плотного хлопка, который держит форму. И качество просто восхитительное. Я прям в шоке. И единственный момент, простите, что она немножко такая мятая. Я ее буквально только что постирала, но на примерке, конечно, покажу вам ее в отпаренном виде. Что меня привлекло в этой футболке? Ну, во-первых, белая футболка, которая хорошо держит форму, оверсайзная, длинная, всегда надо. А во-вторых, это принт. Посмотрите, здесь просто милейший принт с разными породами собак. И данные иллюстрации были нарисованы детками. И какой-то процент от покупки данной футболки перечисляется в фонд Обнаженные Сердца. И, естественно, я как владелец двух собак не могла пройти мимо футболки с разными породами собак. И тут как-то вообще просто все в комбинации. И детки, и собачки, и благотворительность, и хорошего качества футболка. Короче, заверните, мне это надо. И мне очень нравится, что здесь надписи были тоже сделаны детками. И поэтому здесь есть очень много ошибок. И они очень милые. Например, Йорширский терьер пишется через ЙО и ЙЫ. И это вообще невероятно. Еще одна моя покупка из Сэллы была совершена прям буквально недавно, на той неделе. Но я когда увидела эту юбку, я подумала, мне надо, я не уйду, я хочу. Это хлопковая юбка на запах, которая завязывается вот на такие шнурочки. И с классным геометрическим рисунком. Она где-то длины, наверное, миди по середину икры. И мне очень нравится эта длина, потому что она отлично подходит и для города, и для того, чтобы отправиться на работу, что я все-таки периодически делаю. Вот, поэтому это клевый вариант и для того, чтобы ее взять с собой в поездку. Я скоро поеду в отпуск в Испанию. Поэтому, конечно же, я возьму с собой эту юбку. Потому что она и классно встроится в пляжный гардероб. Вот, пожалуйста, любые топы, купальники, шляпа, плетеная сумка пляжная. В общем, будет просто прекрасно выглядеть на отдыхе. Но при этом она будет шикарно выглядеть и в городе. Надеваете сверху белую льняную рубашку. Вот у вас уже клевый городской образ, комфортный, легкий. Вам не будет жарко, потому что, как я уже сказала, это хлопок. Она очень приятная, такая легкая. И я, как человек, который все-таки старается избегать принтов вот в лицевой зоне, потому что не всегда они хорошо мэчатся с моей внешностью, предпочитаю переносить принты пониже, не отказывать себе в том, чтобы вообще их не носить, а именно просто переношу их вниз и покупаю какие-нибудь юбки или брюки с принтами. И они классно сочетаются с какими-то реально базовыми футопами, футболками, рубашками, с пиджаком льняным. Просто все будет прям супер. 3,599. То есть не самая низкая цена, но и, в принципе, за юбку 3,600 хорошая, мне кажется, стоимость по нынешним временам. Следующее, что я купила, это вот такой рваный свитер из лайма. Я хотела уже давно какую-то такую историю для того, чтобы носить. Это свитер на море с шортами, вниз надевать купальник или какой-то обычный топ. В общем, мне кажется, что это клевая альтернатива футболкам привычным, топам. То есть вот добавляет какой-то изюминки, это что-то такое, как мне кажется, нестандартное. Потом я поняла, что, в принципе, это можно носить и в городе, если вы действительно будете добавлять какой-то топ. И что мне нравится, это то, что здесь очень длинные рукава. Это так классно смотрится. Она сама такая вроде подрезанная, подстреленная, а рукава очень длинные. Я еще, как вы видите, по ценнику ее не выгуливала. Она стоила 3,999. Ну, это лайм. Сами знаете, политика ценовая в лайме. Невероятно изменилась, что не скажешь про качество их вещей. Но, тем не менее, там по-прежнему можно найти что-то прикольное, интересное. И я не перестаю заглядывать в лайм. Я продолжаю ходить по разным магазинам в поиск каких-то альтернатив, каких-то новых вариантов. Раньше, если у меня были какие-то такие немножко снобские отношения там с той же Зариной, то после того, как все это случилось, ты уже проходишь все эти стадии отрицания гнева и торга. И, собственно, приходишь в Зарину. Я не могу сказать, что Зарина это какой-то ужасный зашкварный магазин. Конечно, нет. У них бывают, встречаются классные вещи. Но вот качество у них действительно хромает. Если сравнивать, например, с той же Сэллой или Остином, то Зарина очень сильно отстает. Но там как будто бы и цены пониже. Поэтому можно, наверное, понять и простить. Но в этот раз я действительно нашла очень классные брюки. Я вам ранее до этого говорила, что я принты стараюсь от лица переносить вниз. Это вот еще одно подтверждение моим словам. Мне очень понравились эти принтованные легкие такие длинные брюки палаццо. Опять же, для гардероба довольно монохромного, как у меня, принтованные вещи это то, что нужно. Даже вот с этой вот зеленой рубашкой цвета лаймового мороженого, они будут классно смотреться. Просто надеваешь эти брюки, рубашку, какие-нибудь аксессуары, естественно, кожаные шлепки, сумка и поехали. И пошли, и погнали. В общем, это хороший вариант, опять же, и для городских образов, и для того, чтобы вечером на курорте куда-то выйти. Можете надеть босоножки на легком каблучке или, опять же, те же самые шлепанцы какие-нибудь. Ну, наверное, только не вьетнамки. Вьетнамки я бы, вот, кстати, предложила в случае тамкового дневного образа. Вот кожаные шлепанцы можно использовать для вечернего. Сверху, опять же, какую-то рубашку или топ. Короче, очень хорошие базовые брюки, довольно неплохого качества. Полиэстер, мне кажется, в смеси с вискозой или чем-то таким. Но они просто были довольно приятные на ощупь. Нет, тут даже нет вискозы, это стопроцентный полиэстер. Но они, правда, приятные на ощупь. Я не могу сказать, что они прям продуваются, и вам в них совсем не будет жарко. Боюсь, что может быть. Но при этом летящие мне очень понравился силуэт. Они на меня классно сели, и я специально взяла размер побольше, чтобы, знаете, так чуть-чуть их занести на бедра, если мне захочется. В принципе, если избегали зарину, ну, вот какие-то такие вещи, наверное, точно, там точно можно выбрать. Правда, сейчас у них там какая-то премиум коллекция появилась, я ее еще в глаза не видела. Возможно, она лучшего качества, и там действительно есть интересные модели, которые мне бы тоже хотелось примерить. Так что, возможно, я свое мнение о заре не поменяю. Боже, что у меня на голове. Это вот рубрика, она укладывалась на Dyson. Ох, девочки и мальчики, если вы здесь есть, спасибо большое, что смотрите. Спасибо вам большое, что посмотрели первую часть моих покупок. Я надеюсь, что мы с вами увидимся в следующих роликах. Спасибо большое, что провели это время со мной. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Это очень приятно. Также, как всегда, конечно же, естественно, жду ваши комментарии внизу. Все параметры, размеры одежды, ссылки на все, что я вам сегодня показала, будет в инфобоксе. Открывайте, чекайте, пожалуйста. Всех целую и всем пока!